Девушки отдыхают Нормально Мужчину задержали, как только он вышел из машины Расскажем о конфликте соседей из-за парковочного места Я ему дала ясно понять, что машину я не уберу Когда машина моя стояла на этом же месте, она специально блокировала меня Как машина девушки без ее ведома переместилась с места на место и является ли это угоном? А также хотел облегчить свою участь, а сделал ровно наоборот Житель Бугульмы, незаконно продающий алкоголь, пытался откупиться от полицейских Это и не только Сильно нетрезвого водителя Лады 12 модели задержали очевидца на улице Декабриста в Казани и вызвали автоинспекторов Автомобилисты увидели, как из приехавшей на заправку Лады вышел мужчина, которому за рулем явно не место Заправлять его машину никто не стал и уехать дальше ему просто не дали В ожидании автоинспекторов он сидел на бордюре и закусывал тем, что до этого еще за рулем купил в ближайшем заведении быстрого питания Сперва он обратил на себя внимание, когда остановился как раз между заправочными колонками Потом, когда вышел из машины, удивились все, кто в тот момент находился на территории АЗС Перед тем, как сесть за руль, мужчина явно неплохо заправился алкоголем Мужчина не сопротивлялся, взял купленный до этого в ближайшем заведении быстрого питания бургер Сперва сел на бордюр и стал закусывать Пил-ка зачем? А не знаю А потому что... А потому что дурак А ехал куда? Домой А пил где? Около дома Кругами катаешься? Ну да А где дом? Редочком Я прежу при хине А выпил много? Да, нормально Нормально Мужчина, вероятно, не понимал, что произошло Не понимал и того, что дальше на машине он никуда не поедет Он ждал, когда с заправки уедут сотрудники ГИБДД И в ожидании сильно замерз Лу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- не подлежит. Судя по показаниям алкотестера, выпил мужчина перед тем, как сесть за руль не меньше бутылки крепкого алкоголя. К слову, с результатами алкотестера он не согласился и пожелал пройти медицинское освидетельствование в больнице. Но результаты вряд ли будут сильно отличаться, по крайней мере, в меньшую сторону. Теперь мужчину, вероятно, опять лишат водительских прав и наложат штраф в 30 тысяч рублей. Рамиль Шайдуль, Наэль Абдулин, Вызов 112. В Нижнекамске между соседями вспыхнул конфликт из-за парковки. Мужчина отгородил место для своей машины, чтобы не думать, куда среди ночи поставить автомобиль. Женщина на место не претендует, считает его незаконным и перегораживает заезд. Однажды ночью проснулась от звука сигнализации. Ее автомобиль без ее ведома отъезжал с места парковки. Ночью Марина Якимова проснулась от шума сигнализации. В окно она увидела, как сосед оттаскивает ее машину, чтобы освободить проезд к парковке. Девушка рассказывает, что перед этим он просил убрать автомобиль, но она не смогла. Оставить маленького ребенка было не с кем. Сказала, что уберет машину утром, тем более, что было где припарковаться. Но мужчине было принципиально поставить свой автомобиль туда, где он хотел. Были конфликтные ситуации с соседями, то есть, что, ну, на каком основании вообще эта парковка делается. Я ему дала ясно понять, что машину я не уберу. Место я не перекрывала, здесь машина не стояла, то есть, свободная машина. Он приехал, подъехал к нашей машине, отодвинул ее сам лично, то есть, взял ее на буксир. Машина была пустая, без водителя и стояла на скорости. Девушка считает, это можно приравнять к угону и уже обратилась в полицию. У соседа другой взгляд на произошедшее. По его словам, это не первый конфликт и девушка часто создает преграды для автомобилистов. Когда машина моя именно стояла вот на этом же месте, она специально блокировала меня. Я просил, как говорится, ждал, сам по несколько часов ее ждал, когда она выйдет и уберет машину. Почему на другое место не поставили, если видели, что тут перекрыто? А потому что я за свой счет вот это все засыпал. Девушка утверждает, на парковочное место она не претендует и более того, считает его незаконным. Вопросом должно заняться управление земельных и имущественных отношений Нижнекамска. А свой автомобиль она направила на экспертизу. Если специалисты обнаружат повреждения, она намерена обратиться в суд. На перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Восстания сегодня днем вспыхнул автомобиль. Очаг возгорания был под капотом. Очевидцы с помощью подручных средств и огнетушители пытались потушить возгорание. Ведра с водой носили жильцы дома, перед которым все и произошло. Совместными усилиями машину потушили и быстро убрали с проезжей части, чтобы не создавать помех для остальных участников движения. Взятку в 200 тысяч рублей и ежемесячное довольствие в четверть этой суммы за общее покровительство предложил полицейским 45-летний житель Бугульмы, заподозренный в нелегальной торговле спиртными напитками и сигаретами. Его задержали с поличным вместе с 62-летней подельницей. В общей сложности у них изъяли почти 9 тысяч литров алкогольных напитков и больше полсотни коробок с сигаретами. Оперативники отдела экономической безопасности выяснили, 62-летняя женщина уже длительное время занимается торговлей спиртными напитками. При этом ни лицензии, ни разрешений на этот вид деятельности у нее нет. Нелегальный товар она закупала в соседних регионах и доставляла в Татарстан для продажи. В результате проведенных мероприятий в общей сложности изъято более 6 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Ущерб оценен в 4 миллиона рублей. При проведении дальнейших мероприятий установлен поддельник подозреваемый. Им оказался 45-летний житель Бугульмы, который занимался незаконной реализацией спиртосодержащей и табачной продукции. Полицейские зафиксировали факт поставки оптовой партии табачной продукции по месту проживания подозреваемого. Его задержали с поличным при разгрузке очередной партии. У мужчины обнаружили и изъяли 56 коробок с пачками сигарет и больше 2000 литров спиртных напитков. Понимая, чем это может для него обернуться, мужчина решил облегчить свою участь. Вышло все с точностью да наоборот. Он предложил сотрудникам полиции денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей за избежание уголовной ответственности, а также ежемесячную выплату в 50 тысяч рублей за покровительство. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По факту дачи взятки в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Статья предусматривает от штрафа в 3 миллиона рублей до лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в 60-кратном размере суммы взятки. В данном случае это 12 миллионов рублей. Олег Мыльников, Вызов 112. Третий раз обокрали один из супермаркетов Нижнекамска за полгода его работы. Налетчики ночью разбили стекло и вынесли табачные изделия на несколько десятков тысяч рублей. Продавцы уверены, все это дело рук от них и тех же людей. Продавцы уверены, крадут из супермаркета подростки. Причем не в первый раз. Открылся магазин полгода назад. И это уже третий налет. Около полуночи неизвестные разбили стеклянные двери и украли сигареты на 50 тысяч рублей. Пока представители торговой сети от комментариев отказались. Уголовное дело еще не закрыто. От комментариев мы воздерживаемся. Пока сами не разберемся. Полицию вызвала автоматика. Сработали датчики охранной сигнализации. И пока налетчики наполняли корзины, сообщение о проникновении уже поступило в правоохранительные органы. Первыми доехали сотрудники Росгвардии. У магазина они заметили подростков, которые бежали с продуктовыми корзинами. Подозреваемых задержали. Двое из троих несовершеннолетние. Им 14 и 15 лет. Отрицать свою вину они не стали. В отношении них возбудили уголовное дело. Продавцы по факту кражи написали заявление. Иван Сарафанов, Анжелика Степанова и Булат Абдульманов. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин